Сегодня с нами социальный психолог, политтехнолог Алексей Рощин и экс-командующий ополчением ДНР Игорь Стрелков. Мы обсуждаем вопрос, можно ли вообще договориться с нынешней Украиной, ну имеется с нынешними властями. Похоже, будет это сделать крайне трудно. Вот уже председатель фракции Европейской Солидарности в Верховной Раде Ирина Герасченко, это Порошенковская, фракция, значит, наехала, возмутилась даже, возможностью вообще то, что идется прямой диалог между Киевом и ДНР и ЛНР. Что это такое? Они вообще как частные лица там присутствуют. Даже Кравчук, значит, вынужден был на нее наехать, говорит, что, говорит, с ума сошли? Вы, говорит, с ума сошли, реагируя на это. Надо, конечно, с ними договориться, какие частные лица. Россия не является впрямую участницей этих договоров, именно ДНР и ЛНР. Ну вот не хочет Киев это делать. Трехсторонняя контактная группа Мински, встреча очередная прошла на этой неделе, и, как говорят, наконец-то завершилась какими-то реальными договорениями. Там впервые присутствовали новые кураторы темы Донбасса от России и Украины. Это с украинской стороны руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак, а с нашей замруководитель администрации российского президента Дмитрий Козак, или Козак по-разному ее, так сказать, его не склоняют. Главным итогом встречи стало согласование некого такого нового механизма, скажем так, такого регулирования, такого диалога с участием странно-нормандской четверки, и вот сторон конфликта в Донбассе. Это впервые имеется в виду ДНР и ЛНР. Правда, решение не окончательное, пока механизм согласован лишь предварительно. Но уже в четверг, в пятницу в Киеве прошел марш националистов у российского посольства, где скандировали, значит, Ермак и Кучма, странную главную делегацию украинскую в Минске, предатели, зелью, геть, ну и запустили еще из ракетницы по нашему посольству ракету, которая угодила в крышу, правда, слава богу, ничего там не загорелось, быстро ее потушили. То есть, националисты не приняли даже этих договоренностей. Ну, а, собственно, о чем договорились, давайте спросим об этом дипломатического советника главы Луганской Народной Республики Родиона Мирошенко. Родион Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну, что за договоренности были, почему их считают действительно первыми практически реальными? Ну, во-первых, можно говорить только о договоренностях, так называемой принципиальной договоренности. То есть, какого-то подписания серьезного документа, который поступил там в действие в тот же день или через какой-то период, на самом деле, не было. Есть несколько пунктов, о которых мы договорились принципиально. Это вопрос о в короткие сроки согласовать и провести очередной обмен пленными. Мы договорились о том, что будет, стороны согласуют график, открытие переходов через линию соприкосновения, что крайне важно для Луганской Народной Республики, в счастье и золотом об одновременном их открытии, и вопрос о создании консультативного совета, в который должны быть представлены стороны переговоров, фактические стороны, то есть республики и Киев. Италия сейчас раскрывать нет никакого смысла, потому что на этой неделе будет телефонный разговор, планируется в рамках советников главгосударств, в рамках Народной Республики, и отдельные нюансы, именно по части участия представителей вот этих международных структур и других стран, он будет обсуждаться между советниками. Поэтому на данный момент, несмотря на то, что Украина организовала и слив документов, и их, скажем так, перекручивание, то есть пока до достижения договоренности нет смысла входить в какие-то серьезные детали. Скажите, пожалуйста, что такое реальный диалог между Украиной и Донецкой и Луганской Народными Республиками? Это Украина исходит из одного, то есть главный посыл, которым сейчас козыряют националисты или радикалы, они говорят, что у нас же идет война с Россией, у нас российская агрессия, и переговорами идем с Россией, а не с какими-то марионетками. Но в данном случае это откровенное нахлопучивание вот такой виртуальной кастрюли на голову украинцам, потому что и в комплексе мер наложена формула в обсуждении и по согласованию с представителями республик. Как это можно сделать заочно, для меня основная большая загадка. Как можно передавать пленных, не контактировать с представителями республик, тоже большая загадка. Как можно отводить вооружение, вот линии заприкосновения не обсуждая это с противоположной стороной, с которой, собственно, Украина ведет войну. То есть вот это, ну, скажем так, для радикалов им важно продолжение войны, потому что в одной парадигме, к сожалению, они не существуют. И главная проблема сейчас оказывается не на линии соприкосновения, а внутри самой Украины. Ну и если говорить о недовольстве, вот Андрей Михайлович уже привел этот пример, чем недовольны украинские радикалы? Что их так возбудило в этих договоренностях? Украинские радикалы почувствовали, что может начаться некий диалог украинцев и украинцев, украинцев, которые живут в республиках, и украинцев, которые живут на подконтрольной Киеву территории. И там может найтись очень много общего, и там можно вот в диалоге, именно в диалоге можно прекратить войну, и можно найти модель дальнейшего сосуществования, несмотря на тысячи жертв, пролитую кровь и прочее, потому что, ну, эти территории, они как были рядом, так и не останутся. А модель сосуществования политическую необходимо найти в диалоге. Ну и финальный вопрос. Когда будет уже готов тот список перечни лиц для обмена, и когда, собственно, на какое число обмен примерно сейчас планируется? Значит, сейчас речь идет о том, что 25 марта, на ближайшей встрече, которая запланирована, если не помешает коронавирус, должны быть согласованы уже окончательно списки обмениваемых лиц. Там одна проблема заключается в том, что международные организации, ну, в лице Международного Красного Креста, должны верифицировать желания людей, быть обмененными, чтобы не возникало никаких казусов. Только после этого, после вот этой верификации, на которую отведена, ну, где-то неделя, дней десять, вот после этого и можно будет назвать и дату, и формулу, количественную формулу людей, которые будут обменены. Угу. Есть еще вопросы? И к нам присоединяется еще и социальный психолог, политтехнолог Алексей Рощин. Алексей Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну вот Игорю Ивановичу мы зададим обязательно вопросы вместе с нашими радиослушателями, его оценку договоренности услышим, но сейчас мы дозвонились до нашего корреспондента в Донецке, Никита Макаренкова. Никита, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. И объясним почему. Вот смотрите, сейчас идут встречи, идут переговоры, договариваются об обмене, об открытии очередных пунктов на границе между Донецкой и Луганской народными республиками и Украиной, но в ДНР сейчас хотят поменять Конституцию? Депутаты Народного Совета уже проголосовали, поддержали инициативу главы ДНР Дениса Пушилина и уже внесли изменения в 10-ю статью Конституции. Теперь русский язык в ДНР стал единственным государственным языком. До этого вторым государственным был украинский язык. Вот не слишком ли ни в Египре, можно все-таки оставить, можно было и украинскому какому-то населению, оставить вторым государством украинский, скажем, нет? Да, Никит, не вызовет ли это обострение ситуации? Представитель главы республики Дениса Пушилина в Народном Совете объяснил, что применение украинского языка как государственного за 6 лет не нашло своей практической реализации. То есть нормативные акты органов власти принимают и обнародуют на русском языке. И также жители республики, в принципе, ожидали этого решения. Принципиально ничего не меняется, так как Донбасс всегда был русскоязычным. Но нужно подчеркнуть, что говорить на украинском никто не запрещает. Наряду с обязательным изучением государственного языка в школах нашей республики сохраняется возможность изучения родного языка, в том числе и украинского. Тут ведь никто не знает, как события-то будут разворачиваться. Не то, что через 5 лет, через год, через два, а вдруг границы расширятся, а там украинское население. Я так фантазирую. Никита, а вы слышите реплики с украинской стороны, которые звучат в сторону жителей Донбасса, о том, что это уже испорченные люди, испорченное поколение, которое выросло уже в новых реалиях, и, мол, типа переделать этих людей, присоединив их к Украине, уже невозможно. Вы слышите эти комментарии? Это все слышно. Сначала, может, какие-то вещи удивляли, и оскорбления все в адрес жителей республики. После этого это стало обыденностью, когда не только простые жители, но и политики, верхушки украинской власти начали оскорблять жителей республики. В принципе, никто-то не собирается туда возвращаться, и никто не собирается меняться. Именно поэтому в 2014 году все и встали против, потому что ущемляли именно русский язык. И сейчас, если посмотреть, то в этом плане политика республики кардинально отличается от политики Украины, где на русском запрещают говорить и писать. Декоммунизация и украинизация дошли до того, что многие боятся даже читать стихи и петь на русском. Памятники все повалили. В это же время у нас в центре Донецка, напротив Дома правительства республики, спокойно себе стоит памятник Тарасу Шевченко, за которым ведется должный уход. — Скажите, Никита, а границы-то не перекрыли с Украиной? Украина перекрывает сейчас границы для того, чтобы защититься от проникновения коронавируса. А у вас как с этим дело обстоит? — Так, переходы действуют или как? — Ну, всего из 250 примерно границ почти 50 Украина оставляет. Что за границами между республиками Донбасса и Украиной пока не ясно, но они работают в штатном режиме. Есть, конечно, опасения, что их закроют в принципе. Особенно это может коснуться пенсионеров, которые живут здесь у нас, в Донецке, в Уганске. И они вынуждены раз в два месяца пересекать эту границу, чтобы получать там свои заработанные пенсии в Украине. Если хоть раз они не пересекут границу и не выйдут на территорию Украины, то эти пенсии будут приостановлены и выплаты всеестественно осуществляться не будут. Поэтому это самый такой сейчас болезненный момент. Но есть надежда на то, что если границы все-таки закроют Украина, она закроет их после того, как ведет мораторий на вот эти вот 60 дней для переселенцев. То есть пока что надежда на это остается. Сейчас границы в штатном режиме работают. Да, у нас есть телефонные звонки. С них начнем. Да, конечно, давайте вы же держались. Виктор из Абакана нам дозвонился. Здравствуйте. Да, город Абакан, Хакасия. Здравствуйте. Публика Хакасия. Ну вот что скажете? По-другому передачи. И Капсумовску Праду ваших слушателей тоже. Ведь Генер и ЛНР они за то, чтобы войти в состав России. Ну вот, например, как республика Крым. Что мешает? Что мешает? Самая большая такая причина. Расти здесь. Дать их под свой кровот. И все закончилось будет. Все это кровот. Ну это скорее вопрос, который давайте мы адресуем и Игорю Ивановичу, и Алексею Валентиновичу, наши эксперты здесь студии. Ну что мы будем сами отвечать на этот вопрос? Игорь Иванович, пожалуйста, вот что мешает? Ответьте на вопрос. Мешает собственность наших высших чиновников в Европе и боязнь попасть под личные и персональные санкции. Больше у меня объяснений этому нет, начиная с 2014 года. Поскольку я лично наблюдал, как поднялся народ в Крыму и как поднялся на Донбассе, по крайней мере в Донецке, в Луганске я не был, но могу сказать и говорю всегда, начиная с 2014 года и по сей день одно и то же. Донбасс поднялся намного более дружно за Россию и именно и только за Россию. Вот те шаги, которые сейчас предпринимаются для сближения ДНР, ЛНР и России, они реальные шаги или это скорее имитация? Я имею в виду и выдачу паспортов, и минские договоренности и прочее, прочее. К сожалению, я полагаю, что у нас как во внешней политике, так и во внутренней, но в данном случае во внешней политике существует постоянно некая двойственность, когда правая рука не знает, что делает левая и наоборот. Одновременно предпринимаются совершенно разнонаправленные действия, которые постоянно между собой конфликтуют на уровне практического применения. То есть одновременно ведутся переговоры о возвращении ДНР и ЛНР в состав Украины в качестве отдельных районов, и одновременно выдаются российские паспорта их гражданам. И так 6 лет. Это совершенно ужасно. Население полностью дезориентировано и в значительной степени деморализовано такой политикой. Игорь Иванович, если мы сейчас возьмем и включим эти два образования в состав России, значит, мы выходим на линию фронта прямого боевого сногновения с украинскими войсками. Начинается, значит, война. Вы что думаете, на Западе мало дураков, которые сейчас двигают нацистские войска оттуда? Да запросто. Зачем нам это надо, честно говоря, при всем уважении к подвигам и, так сказать, воле народов Донбасса и Луганска? Ну, для меня вообще достаточно смешно звучат такого рода аргументы в течение, опять же, этих всех 6 лет. Потому что получается, что воевать в Сирии напрямую, отправлять туда непосредственно официальные российские войска, и не только официальные, мы можем. Воевать в Ливии, пусть даже неофициально, мы можем. А за русских в Донбассе мы воевать, получается, не можем от слова совсем. Извините, давайте тогда не будем воевать не вообще. Нет, давайте мы будем воевать там, где это выгодно, воевать в данном случае в стране. Подождите, я категорически не согласен с тех. А интересные страны, находящиеся в данный момент у власти руководства. Меняются руководства, меняются интересы. Понимаете, мы будем воевать с Украиной, это воевать практически родственники, с родственниками. Это будет большая гражданская война. Нам это надо. Мы потеряем даже тех, которые сейчас еще за нас там. Я с вами категорически не согласен. Я вообще думаю, что тут ситуация чем-то похожа на то, что у нас сейчас в Ливии. И то, и другое, это стала такая горячая картошка, которую никто не хочет жрать в руках. Потому что главный вопрос на самом деле сейчас и там, и там, это кто будет заниматься восстановлением того же Донбасса, после того, как там в 6 лет прокатывается война и все, так сказать, разрушено. Хороший вопрос. Простите, но с украинской стороны звучат реплики следующие. Нам нужна земля, нам не нужны люди, которые живут в Донбассе. Люди. Как эта проблема будет решаться? Вот если представим себе, гипотетически, минские договоренности сработали. Все, все 12 пунктов сработали. Что происходит дальше? Я думаю, что эти пункты не сработают. Тут я согласен с позицией украинской стороны, что это никогда не будет выполнено. И потому что все уперлось на самом деле в то, что Украина реально не хочет брать Донбасс. И Россия тоже не хочет брать Донбасс, потому что никто не понимает, кто и как будет вкладывать туда деньги. Аллилуйя, дайте ему самостоятельность. Донбасс, наверное, сам все-таки выживет с нашей российской помощью. А так, я согласна с Игорем Ивановичем. Это такое политическое биполярное расстройство. Позволите пару слов ставить? Конечно, конечно, я бы вас пригласил для этого. Я хочу сказать следующее. Во-первых, все мы, сидящие в этой студии, все четверо родились в единой стране, которая называлась Союз Советских Социалистических Республик. Точно так. Не знаю насчет всех ли, но на мой ум, я подозреваю, что все родились на территории страны под названием Россия. Страны, не государство Российской Федерации. Я не знаю, может быть, кто-то родился там в Средней Азии или еще где-то. В СФСР, точнее. Так вот, Донбасс был самого своего населения, как его населили, как он стал из Дикого Поля, которое никто не контролировал с тех пор, как он стал населенным регионом. Он входил в состав России, Руси и России. Значительная часть территорий Донецкой и Луганской областей – это, простите, вообще-то земли Всевеликого войска Донского, которые донские казаки, русские в первую очередь, заселились туда еще до официального включения этих регионов в состав Российской империи. И, извините, разговор о том, что идет гражданская война, так она идет в России, гражданская война, на территории, в данном случае, Донбасса. И аргументы о том, что мы там можем на фронте, там воевать, а Крым, извините. Почему Крым удаляется полностью из темы? Воссоединением, я никогда не скажу, присоединением, воссоединением Крыма с Россией уже перейдены все красные черты, которые только можно было перейти. Уже Российская Федерация фактически вступила в конфликт с Украиной. Поэтому говорить о том, что Донбасс это некое исключение, или наоборот, Крым это исключение, это как минимум лицемерие. А теперь еще один вопрос. Донбасс не так сильно и разрушен, как это предполагается. Да, на нескольких километров, в обе стороны линии фронта, обезлюженная территория, не обязательно разрушенная артиллерия или авиация, она просто обезлюженная, хозяйственно разоренная, разворованная, размародеренная, если можно так выразиться. Но основная часть территории Донбасса, что по эту, что по ту сторону фронта, по-прежнему относительно дееспособна. Донбасс был промышленным регионом, который кормил большую часть Украины. Был недотационным регионом. А разрывать-то будем по нынешним границам? А вот здесь у меня всегда точка зрения была о том, что разрывать надо было не только не разрывать, а сейчас что? А сейчас, в первую очередь, совершенно правильно, необходимо остановить войну. Но остановить ее путем договоренностей с людьми, которыми с самого начала, с осени 2014 года, никогда не скрывали, что им рассматривают эти договоренности только в качестве передышки, и не более того, им тогда это было выгодно. И что, пока им это будет выгодно, они это будут соблюдать, они и сейчас это говорят, и тогда говорили. И это наивно, мягко говоря. Ну что ж, мы же не можем поставить тех людей, которые будут говорить другое. Будем ждать, пока сами создают. Андрей Михайлович, давайте сейчас обратимся к нашим слушателям. Во-первых, Олег спрашивает, резюмируя то, что в Конституцию Донбасса будут вноситься изменения, в Донецкой Народной Республике конкретно, и русский язык будет единственным государственным. Он пишет, то есть Донецк делает сейчас то же, в чем упрекали Киев по отношению к русскому языку. Я хочу сказать, что, конечно же, Донбасс целиком был на 90% русскоговорящим легионом. Донецкая область даже еще больше. Там есть, конечно, где-то говорят на суржики в отдельных населенных пунктах. Но в целом Донбасс всегда везде говорил по-русски. Вопрос государственного языка в данном случае не был принципиален. Так же, как в Крыму, условно говоря, украинский остается одним из языков. Я не вижу здесь никакого противоречия. Если, опять же, говорить только... Ну, никто же не запретит, допустим, тем, для кого украинский диалект русского языка родной. Никто им не может запретить это говорить. Это будет дискриминация. Поэтому, честно говоря, я не вижу в этой акции, причем я считаю, что Донбасс должен быть именно русскоязычным, конечно же, я не вижу в этой акции никакой практической пользы, кроме пиара. И, опять же, о том, о чем я сказал, в свидетельстве того, что правая рука не знает, что делает левая. И некоторые люди просто своими действиями пытаются хайпнуть, как это сейчас принято говорить. Не более того, введения русского языка как основного государственного было достаточно. Отмена украинского в качестве государственного практически ничего не изменит, кроме дополнительного обострения ситуации. У нас минута до перерыва. Давайте еще один телефонный звонок выслушаем. Алексей из Челябинска с нами. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, Игорь Иванович. Вы просто молодец, Челябинс, за вас, как говорится. И позор, то, что ДНР, можно сказать, не признаются, что Россия, можно сказать, вошла. У меня вопрос. Скажите, Краматорский, Мариуполь, все, получается, забыли про них или нет? У нас совсем мало времени, я быстро отвечаю. Я полагаю, что ситуация отнюдь не закончена. И я надеюсь, что и Краматорский, и Мариуполь, а еще, я надеюсь, Харьков, Херсон, Николаев и Одесса или будут в составе русской Новороссии, по-настоящему русской, либо так или иначе войдут в состав Российской Федерации. В Донецке изменят Конституцию, и теперь будет основной язык, единственный государственный русский, но даже не это главное. Главное, что прошла на этой неделе, очередная встреча трехсторонней контактной группы в Минске, и на ней были достигнуты определенные реальные договоренности, по крайней мере, было сказано о том, что нужно вести прямой диалог Украине и Донбассу. И можно ли с нынешней Украиной вести какой-то диалог? Вот об этом мы спрашиваем наших радиослушателей. Но вот тут есть один неистовствующий товарищ с территории Украины, присылающий нам сообщение на WhatsApp и Viber, плюс 380, ну, код, понятно, что это. Пытались сейчас до него дозвониться, не удалось, телефон не абонент. Вот, уважаемые, если вы хотите с нами пообщаться, милости просим, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении, потому что этот человек пишет, когда прекратите врать об Украине. Интересно, что вы имеете в виду? Кончается номер на 5013. Да, на всякий случай. Но, Игорь Иванович, есть еще один вопрос, который мы хотели обсудить лично с вами. Речь идет о том, что начались слушания по делу о крушении рейса MH17. В Нидерландах проходит этот суд. Это тот самый Малазийский бой, который был сбит над Донбассом в июле 2014 года. Начались слушания в понедельник, 9 марта, в особо охраняемом комплексе Схипхол. И вот на этой неделе слушания по делу были отложены, потому как хотят, чтобы, во-первых, были допрошены еще некоторые свидетели, будут заданы некоторые вопросы. Но среди четырех фигурантов наш уважаемый гость. К сожалению, президента Кеннеди убили еще до моего рождения, иначе... Почему, к сожалению? Ну, недавно господин такой есть Шандаков, сумасшедший провокатор, который обвинил меня во взрывах домов в 99-м году. Так что я не удивляюсь. То есть, ну, наверное, в случае, если бы я был, жил подольше, наверное, меня бы обвинили не только в этом. — Игорь Иванович, у вас есть адвокат? Там вот говорят, что есть адвокат с российской стороны. Вы как-то с ним общаетесь, не общаетесь? — Есть адвокат, насколько я знаю, у одного из четверых... — Как-то Пулаев, да? — Да, Пулатов. — Пулатов, простите. — Подполковник в отставке, позовной у него был Геруза. Он был командир, заместитель начальника разведуправления по спецназу. То есть он командовал боевыми подразделениями, которые подчинялись... — Его адвокаты туда приехали. Почему ваши там не присутствуют? — Есть ли они вообще? — Во-первых, я просто отказался от... Мне предлагали свои услуги адвокаты, в том числе, хорошо рекомендованные моими личными знакомыми, приятелями. Но я отказался от их услуг по одной причине. Я не признаю компетенции данного суда вообще, на 100% в отношении и что Боинга, что вообще. Поэтому, извините, прибегнуть к услугам адвоката, это означало бы так или иначе признать легитимность. — Давайте я прямо спрошу. Оперируют, так сказать, в качестве одного из доказательств вашими словами в эфире «птичка упала». Что вы имели в виду? — Ну, тысячу раз уже повторял и написал. — А вот давайте еще раз скажем. — Да, я скажу. Значит, оперируют якобы моими словами, которые якобы были написаны от моего имени в социальной сети, насколько я помню, ВКонтакте. На тот момент у меня не было своего аккаунта ВКонтакте, и я туда не писал ни одного слова, ни одной буквы. Соответственно, на том ресурсе, на котором были опубликованы эти якобы мои слова, были два варианта публикации. Первая — с одной аватарой. Там просто перепечатывали мои сообщения из форума антиквариата, где я тогда писал. Больше я не писал нигде. И были под другой аватарой просто вот то, что они писали от себя. Можно проверить все, что я написал на форум антиквариата. Больше я нигде тогда ничего не писал. И там таких слов нет. А там архив сохранился. Проверяйте. — Игорь Иванович, ну вообще следите за ходом этого суда. Вот начались судебные заседания. Вы один из четырех фигурантов этого дела, который проходит, как считает сторона нидерландская, основными, скажем так, пока еще не обвиняемыми, но тем не менее, основными фигурантами. — Нет, обвиняемыми. — Почему обвиняемыми? — Вам интересно вообще, что там происходит? Какие там свидетели? О чем они говорят? — Нет, ну я мне периодически, я специально за этим не слежу, но поскольку у меня достаточно большое количество корреспондентов, мне сбрасывают массу ссылок, некоторые я просматриваю. Ну, что сказать, ополчение «Боинг» не сбивало, я это знаю лучше, чем кто-либо. И нечем у нас было этот «Боинг» сбивать от начала и до конца, по крайней мере, до того, как я покинул территорию ДНР. — То есть российских букв там не было? — Я еще раз повторяю, ополчение «Боинг» не сбивало. Как командующий ополчения я могу отвечать только за ополчение. Все, я эту позицию принял тогда, в июле 2014 года, и я ее придерживаюсь до сих пор. Больше я не комментирую ничего, что касается букв и всего прочего. А что касается тех якобы доказательств, которые выложены, допустим, выложены какие-то мои переговоры голландцами, я, кстати, признаю, что я это говорил, даже я помню эти моменты. Допустим, мой разговор с Бородаем 12 августа 2014 года, то там, извините, ни «Боинг», ни «Буки», ни вообще ничего не упоминается, даже отдаленно, даже косвенно. Поэтому смешно рассматривать данные переговоры в качестве каких-то доказательств. Ну, а и в целом вся доказательная база голландских, как говорится, голландского суда, она... Может, голландские судьи не знают этого? Стоит им подсказать это? Ну, вообще смешно, как опубликовали, что якобы у них есть свидетель, который говорит о том, что слышал, как какой-то экипаж якобы «Бука» говорит с русским акцентом. Поэтому они из ФСБ именно сказали. Игорь Иванович, все это достаточно забавно, если бы не одно маленькое «но», что, понимаете, решение-то суда может быть отнюдь не в пользу вас, четырех обвиняемых, а это значит, что вы будете нести реальное наказание за то, чего не делали. Ну, знаете, после, когда я переходил границу с 11 на 12 апреля 2014 года, я уже полагал, что у меня шанс вернуться один к десяти. Извините, я шел, понимая, что придется, скорее всего, воевать или в любом случае рисковать жизнью. Почему меня должно пугать угрозы тех, кого я считаю врагами? Тех, кто с самого начала поддержал украинскую хунту, кто их поддерживает по сей день, они враги. Естественно, попасть в руки врага означает для меня, скорее всего, быть осужденным в Голландии, а потом быть выданным на Украину, где меня для меня специально, естественно, повесят. У меня в этом нет никаких сомнений. Или, ну, умолят в камере. То есть победа врага, если она теоретически, она возможна, я, как и военный историк, это понимаю, ну, будем стараться, чтобы они не победили.